Более 2700 человек в регионе работают общественными наблюдателями в дни голосования. Все они прошли тестирование на коронавирус. Подробнее о том, как соблюдать санитарные требования на участках, расскажет Анастасия Лизаревич. Все 1088 стационарных и 9 временных участков для голосования Тюменской области обеспечены средствами защиты. Даже если избиратель забыл маску и перчатки дома, ему в обязательном порядке выдают их на месте. Тех, кто отказался соблюдать правила, не допустят голосованию. Но таких случаев в регионе пока не зафиксировано. Все с пониманием, никаких сложных спорных ситуаций не возникало. Что еще? Смерили температуру, маски, все есть. Так что я считаю, что если все будут выполнять правила, которые здесь показаны, никакого заражения коронавирусом мы не получим. Сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области с первого и до последнего дня голосования будут проводить мониторинг. Они проверяют, как соблюдаются санитарные требования, причем контролируют не только наличие средств защиты. Во-первых, эти участки должны иметь окна, хорошо проветриваться. Каждый участник голосования должен провести на избирательном участке, постараться не более 15 минут. Обязательно социальная дистанция. При входе обработали руки, двух сторон побрызгали. Паспорт показала на расстоянии. Ручку дали индивидуальную. По стрелочкам прошли в кабинку. Для обеспечения максимальной безопасности тюменцев было принято решение протестировать общественных наблюдателей, председателей и членов избиркомов. Исследование крови методом, который выявляет, есть ли антитела к вирусу COVID-19. Его сделали абсолютно все. Поэтому ни один человек, у которого будут обнаружены иммуноглобулины М, которые показывают острый период заражения, не будет допущен. И уже есть такие случаи. Эти люди заменены. Голосование по поправкам в Конституцию проводят в течение недели, чтобы не допустить скопления избирателей на участках. Здоровье превыше всего. Анастасия Лизаревич, Тюменская служба новостей.